Слова этой песни перестают быть актуальными для Калининграда. Скоро придется искать другие места для знакомств. И новые маршруты передвижения по городу. Временная схема проезда начнет действовать уже в эту субботу. С инициативой урезать часть маршрутов мэрия выступила 4 марта. Это вызвало широкий общественный резонанс. Эмоции не стихают и по сей день, особенно в бывшем Балтийском районе. Местные жители как никто осознают, чем им грозит и замена пассажирских такси автобусами, и отмена целых маршрутов. Экскурсия по городу. Долго добираться и долго ждать его. А так на маршрутке прыгнуть, наехать по-быстрому. На автобус ехать минут на 20-30 точно дольше. Пробки постоянно. Возможно, по часу до центра добираемся. Можно пешком дойти за это же время. Даже что далеко ходить сегодня утром. Автобус было не дождаться на маршрутке. Поехала, успела вовремя. 71-84 минут вручает. Он дарил, когда я ездил. А здесь только 17-37 за ночью стоят. И столько народа. А утром рано, тем более, когда ученики едут, вообще не влезть в автобус. Студентам Балтийского федерального университета имени Канта дорог конкретный маршрут. 63-й. Он быстрее остальных довозит их до учебного корпуса на улице Чернышевского. Есть альтернатива – 71-я маршрутка. Но ее салон битком уже в начале пути. Слишком востребовано. Ведь проезжает 71-я без малого через весь город. При стипензии 3000 только вся стипендия будет уходить в месяц на то, чтобы проехать до университета. Другого варианта альтернативного нет. Или идти пешком от центра города, или, как называют некоторые, велосипедные машины, которых у многих нет. Юлия собирает подписи с 5 марта. За пять дней автографы на бумаге оставили 285 человек, в том числе преподаватель Давыдкиной. Еще 400 с лишним подписей под электронной петицией на специальном портале. В канцелярию городоначальника документы должны попасть уже в эту пятницу, 13 марта, до отмены маршрутов. Но Александр Ярошук уверяет, что дискомфорта калининградцам это точно не добавит. Мы же не сделаем так, чтобы для всего города было хорошо. Чтобы вышел из дома и поехал сразу, куда надо, без пересадки. Если пойдем по такой логике, то в Калининграде должно быть 10 тысяч автобусов. В попытке отвлечь внимание горожан от острой проблемы, чиновники рассуждают о том, как будем ездить по городу во время чемпионата мира по футболу 2018. Во время онлайн-конференции начальник отдела пассажирского транспорта город-администрации Анатолий Киселенко заявил, что изменение транспортной схемы не сиюминутная прихоть мэрии, а долгосрочный план. С 1 марта 2016 года запустить действие маршрутную сеть на следующий пятилетний срок. Обсуждению не подлежит. Сокращены три автобусных маршрута номер 35, 45 и воскресный 5К, а также микроавтобусы 63, 66, 69, 72, 77, 79, 81 и 83. Кроме того, изменены схемы движения автобусов 8 и 12, а также маршруток с номерами 73, 77, 78, 80, 88, 90, 93. Уже с 14 марта. И это не шутки.